Практически везде уже завершаются ремонтные работы. В школе номер 81 еще несколько лет назад буквально страдали от подъема грунтовых вод. Здание постоянно подтапливалось. Теперь, после строительства дренажной системы, здесь, на улице Космической, по-настоящему космические условия для обучения. А к новому учебному году в школе открыли точку роста. Подобные центры образования цифрового и гуманитарного профилей открываются сейчас по всему краю. А это школа номер 83 в Катковой щели. Построено здание в 1961 году. Тогда же возведен и деревянный спортивный зал. Здесь нет газа, здание отапливается углем. Школа и территория вокруг ухоженные. Как рассказала директор, впереди школу ждут перемены и начнутся они со спортивного зала. Спортивный зал вошел в программу по строительству отдельно строящихся спортивных залов для сельских малокомплектных школ. Что изменится? Вот что у вас сейчас есть и что будет? Этого не будет. Будет новый современный спортивный зал с тренажерами, с раздевалками, с душевыми. Все как положено по современным требованиям. Сложная ситуация с ремонтом двух спортивных залов в школе номер 89. Подрядчик затянул с работами и теперь пытается наверстать упущенное время. Среди подрядчики они не новички вот в этом деле. Возможно они первый раз связаны с такими объемами большими. Возможно. Я не могу уверять на 100%. Но я надеюсь, что у нас все будет благополучно и 19-го мы сдадим работы все. Глава установил срок окончания работ 19 августа. В противном случае возможно вмешательство в дело прокуратуры. По мнению Анатолия Пахомова, все школы будут готовы без исключения и 1 сентября откроют свои двери. Три района города Сочи уже готовы. И все новые школы. Мы видим, что они будут готовы к учебному году, который мы строили в это время. Что касается Лазаревского района, то мы видим, что здесь еще есть над чем поработать. Считаем, что ничего страшного не происходит. Но тем не менее, 18-го числа я снова приеду и посмотрю, как выполнили все мои поручения. Сельские школы, конечно, скромнее городских общеобразовательных учреждений, те, что проверил глава города, уже отметили полувековой юбилей. Но благодаря активной работе руководства, а главное помощи шефов-единороссов, практически все находятся в хорошем состоянии. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.